Здравствуйте! Пришло время сесть на диету. На 21-дневную мысленную диету. Самая лучшая привычка, которую можно приобрести, это начинать каждый день с правильных мыслей, которые дадут вам энергию для успешных свершений в течение дня. Я представлю вам успешную и эффективную формулу, которая помогла мне и тысячам других людей прийти от бедности к богатству. Применяйте ее в течение следующего 21 дня, перед тем, как решить, помогает она вам или нет. Я обещаю вам, что если вы будете практиковать такое поведение на протяжении 21 дня, то ваш мир полностью изменится, причем в лучшую сторону. Начиная с завтрашнего дня, просыпайтесь, по крайней мере, за 2 часа до того времени, как вам нужно быть где-либо. И потратьте первый золотой час на себя и на свой разум. Если вы каждое утро делаете физические упражнения, делайте их перед умственной зарядкой. Номер 2. Перед тем, как включить телевизор, радио или взять газету, потратьте от 30 до 60 минут и прочтите что-то мотивационное, вдохновляющее или обучающее. Лично я люблю читать что-то вдохновляющее по утрам, так как это заряжает тебя на весь день. Убедитесь, что первая информация, которая попадает в ваш мозг утром, будет такой же, как ваш завтрак, состоящий из апельсинового сока и хлопьев, позитивной, приятной и здоровой. Эта информация должна соответствовать той жизни, которую вы бы хотели иметь, и тому, как бы вы хотели провести ваш день. Закончив утреннее чтение, переходите к третьему пункту. Возьмите блокнот и выпишите 10-15 ваших основных целей в настоящем времени, так, будто вы их уже достигли. Пишите в такой форме. Я зарабатываю 100 тысяч долларов в год. Я вешу 74 килограмма, и я в отличной форме. Или я вожу абсолютно новый автомобиль марки BMW. Я живу в прекрасном большом особняке, и так далее. Переписывайте ваш список целей каждое утро, не глядя на тот список, который вы написали вчера. Это очень важный фактор успеха, который поможет вам в достижении ваших целей. Во время семинаров я встречался с людьми, которые говорили, что этот метод удвоил их доходы и изменил их жизни менее чем за месяц. Пишите и переписывайте свои цели заново каждое утро, каждый день перед тем, как начать его. Планируйте каждый день заранее. Это пункт номер 4. После того, как вы написали ваши цели, возьмите чистый лист бумаги и составьте список тех вещей, которые вы должны сделать за день. Затем просмотрите его и систематизируйте по приоритетности, значимости и важности. Когда я работаю над своим списком, то всегда задаю себе вопрос. Если бы меня вызвали из города на месяц, какое бы задание я точно хотел выполнить перед отъездом? Затем я обвожу кружочком этот пункт и делаю его своей первоочередной задачей. Не поддавайтесь искушению выполнить сначала маленькие задания. Займитесь большими, важными заданиями и работайте до тех пор, пока они не будут выполнены. Номер 5. Незамедлительно начинайте работать над самым значимым и важным заданием перед тем, как сделать что-либо другое. Сосредоточьтесь именно на этой задаче и не отступайте, пока она не будет решена. Выполнив свое основное задание в течение золотого утреннего часа, вы почувствуете прилив энергии, испытаете восторг и повысите свою уверенность. В ваш мозг поступят эндорфины, которые будут побуждать вас приступить к следующему заданию, а также повысят вашу общую продуктивность. Если вы выполняете основное задание в первую очередь, вы фактически начинаете процесс, который называется течение. Плывя по течению, вы все делаете намного эффективнее, вы успеваете гораздо больше, вы креативнее, позитивнее и энергичнее. Правда же, это восхитительно. Еще одним секретом является то, что это нужно делать постоянно. Номер шесть. Слушайте учебную аудиопрограмму, пока едете в машине. Пусть радио молчит. Постоянно давайте вашему разуму высококачественное умственное питание, которое будет вдохновлять вас делать все в полную силу. Это будет помогать вам развиваться на протяжении всей вашей жизни. Согласно исследованиям Университета Южной Калифорнии, среднестатистический человек, который водит машину, проезжает от 800 до 1500 километров в год. Это от 500 до 1000 часов в машине каждый год. Это равно одному или двум семестрам в престижном университете. Вы можете стать одним из наиболее образованных людей в своей области, просто слушая обучающие аудиопрограммы, пока переезжаете с места на место. Номер семь. Развивайте в себе чувство необходимости. Выберите темп, обязательно быстрый, и двигайтесь от одного задания к другому. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше энергии у вас остается, тем больше делаете и тем лучше себя чувствуете. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше вы контролируете свою жизнь, и тем больше вы любите и уважаете себя. Пообещайте себе сегодня, что вы попробуете посидеть на умственной диете следующий 21 день. Я вам обещаю, что это изменит вашу жизнь. Продолжение следует...